Разминка на суше Я смотрю сейчас, чтобы они выход правильно делали, прятали голову. Паша! Голова! Я думаю, что я в детстве была очень подвижным ребенком и любила воду. Слушала о себе рассказы, как я бесстрашно прыгаю в любые водоемы. Плавала где-то в озерах, подражала пловцам. Так научилась держаться на воде. И потом родители привели меня в бассейн. Уже достаточно в позднем возрасте, и так началась моя спортивная жизнь. Вверх, и потом как будто ты перелетаешь через преграду. Поняла? Начало протянула руками. Вверх! Да! Опять! Вверх! Она учит детей плавать почти 20 лет. В ее личной копилке множество наград и благодарностей. Тренер Козырева воспитала не один десяток спортсменов. Сейчас под руководством Оксаны ее коллег занимается порядка 150 ребят. Среди них кандидат в мастера спорта, победители и призеры городских и региональных состязаний. Количество медалей, завоеванных пловцами Дюсша-Ямбург, не сосчитать. Их более тысячи. Все это благодаря опытным наставникам. Когда любишь свою профессию, все равно постоянно учишься. И дети разные, и мы разные. Если какие-то вопросы, проблемы возникают, мы стараемся решать их на месте. И с родителями работаем, и с детьми. И поэтому как-то трудностей больших не возникает. Оксана Козырева сама не разыщала честь общества на различных городских соревнованиях. Также в составе сборной выступала на спартакиадах «Газпрома». Секрет успеха, считает Оксана, кроется в регулярных тренировках. Своим подопечным относится с трепетом. Дети считают ее строгим, но справедливым тренером. Она поддерживала нас, наставляя на верный путь. И самое главное, что она для нас делала, это воспитывала. Здесь мы получали больше информации, чем возможно даже в семье, школе. И вообще это действительно хорошее место, где можно всему многому научиться. Спокойно, бывает строго. Конечно, если кто-то что-то не выполняет, правильно она поправляет ребят. Оксана Владимировна, она хороший тренер. Она всегда может исправить твои ошибки. И даже если она может покричать, то она за дело кричит. Конечно, я читала, что тренер должен быть жесткий. Тогда будет результат. Но так не получается. Все равно мы проживаем жизнь вместе с детьми. Мы их берем маленькими. Это наши ребята, которых мы знаем. Там и родители, и их жизнь, их работа. Очень много поездок. То есть мы вот возим их куда-то на соревнования. Они там совершенно по-другому раскрываются, чем здесь, чем дома. Приготовились. Плывем сейчас 6 по 200 в режиме трех минут. Все посмотрели на секундомер? В среднем, если плыть интенсивно, интенсивность выше средней. В режиме трех минут. 6 по 200 вольным стилем. В Ямбургской спортшколе плаванием занимаются как дети работников общества, так и городские ребята. Занятия ведутся бесплатно. Сейчас Оксана Козырева готовит своих воспитанников к очередным состязаниям. В ближайшее время юные пловцы отправятся в Новосибирск. Там пройдут отборочные соревнования Кубка России по плаванию. Продолжение следует...